До перехода на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами остается меньше недели. О готовности Нининского округа к реформе ТКО и о том, как она повлияет на расходы жителей региона, шла речь на брифинге с участием представителей Управления по государственному регулированию тарифов, Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, Госстройжилнадзора, Окружного собрания депутатов и администрации Заполярного района. Подробности в нашем следующем сюжете. С 2020 года за всю технологическую цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, начиная от сбора мусора на контейнерных площадках до его размещения на полигоне, будут отвечать региональные операторы. Напомню, в округе их два. Зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию вошли на Ринмар, поселок Искателей, Красная и Тельвиска. Севержилкомсервис будет осуществлять эти функции во всех остальных населенных пунктах округа. Если раньше каждый занимался, то есть кто-то образовывал мусор, кто-то мог отвозить, кто-то занимался утилизацией, кто-то занимался захоронением размещения, то есть это разные лица, то теперь процесс от момента попадания, то есть когда отходы попали в контейнер и когда рекоператор их взял себе, то есть вся цепочка – это перевозу на ответственность. То есть он ответственен за все несанкционированные свалки, которые будут образовываться. То есть он должен их убрать и выставить счет тому лицу, кто эту свалку образовал, на чем земельном участке это образовалось. В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО изменится и порядок оплаты данной услуги. С февраля месяца жители получат дополнительную платежную квитанцию, так же как по электроснабжению, по газоснабжению. То есть это будет, региональный оператор будет выставлять дополнительную платежку. Эта сумма уйдет из строки за жилищные услуги, но она перейдет в коммунальные. Сейчас у нас можно, грубо говоря, многоквартирные дома разделить на несколько категорий. Значит, те многоквартирные дома, которые будут платить напрямую оригинальному оператору. Это многоквартирные дома, которые находятся в непосредственном управлении собственников. Это многоквартирные дома, которых не выбран способ управления. Те дома, которые находятся на временном управлении, то есть там, где управляющая компания назначена муниципалитетом. И многоквартирные дома, где собственники ранее приняли решение о заключении прямых договоров с ресурсно-сообжающими организациями. У нас уже достаточно много таких домов по городу, в Заполярном районе таких решений собственники не принимали, в Искателях тоже там буквально 2-3 дома. Вот, значит, вот в такой категории домов, платежи, расчет платы будет делать сам оригинальный оператор, соответственно, он будет сам выставлять платежные документы, собирать плату, работать с должниками. Это его обязанность. Ну и, соответственно, и перерасчеты тоже делать бы то. Остальная часть домов, те, которые находятся в управляющей организации, и там собственники не приняли решение о заключении прямых договоров, там система начисления примерно останется той же. По словам Сергея Андреянова, переход услуги по сбору и вывозу мусора из жилищной в коммунальную дает ряд преимуществ. В частности, теперь власти региона смогут не только регулировать тарифы регионального оператора на оказание услуги и ограничивать ежегодный рост платы граждан в соответствии с установленным правительством России индексом, но и распространять на нее действия мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Плюс то, что это коммунальная услуга еще в том, что она подлежит перерасчету. То есть, если раньше мы платили вне зависимости от того, есть у нас люди в жилом помещении или нет, то есть мы должны плату за содержание были платить вне зависимости от пользования этой услугой, то теперь эта услуга подлежит перерасчету. Правила предоставления коммунальных услуг позволяют при нахождении более пяти дней вне жилого помещения получить перерасчет коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для этого необходимо предоставить исполнителю услуги документы, подтверждающие отсутствие в квартире в определенный период. При этом, если в помещении никто не проживает круглый год, плата будет начисляться по количеству собственников. Кроме порядка платы за обращение с ТКО, с 1 января 2020 года изменится и принцип ее начисления. Не с квадратного метра жилья, как это происходит сейчас, а с каждого проживающего. Есть дома со стоимостью 18 рублей по квадратный метр. Соответственно, мы понимаем, что есть, допустим, одиноко проживающий гражданин, вот Ленина 29, в квартире 70 метров, то при плате управляющей компании 10 рублей с квадратного метра он платит ежемесячно в стоимости жилищных услуг 700 рублей. В регионе разработан норматив накопления мусора на одного человека в год. Нормативы эти дифференцированы. Сельские населенные пункты 1,16 километра в год, город 2,66. Надо сказать, что в части городских МКД мы проверяли эти показатели по тем данным учетным, которые располагают управляющие компании, перевозчики, МУПКБ и БОО. Да, действительно, такой объем накопления формируется. Но это опять же, надо понимать, что это некий средний. У одних людей отходов меньше, у других больше. Если перевести его в визуализацию, ну, то есть визуализировать этот объем, то это в сутки где-то по городу кубик с гранями 20 сантиметров, а по сельским поселениям это такой же кубик с гранями по 15 сантиметров. Ну, то есть, чтобы понимать, какой это пакет и какой это объем. Значит, много ли это и мало, в любом случае, ни в одном субъекте нет четких данных. Ни в одном субъекте, сколько действительно объем мусора. Потому что это покажет только практика. Ранее этот объем не считался. Когда мы начнем реализовывать эту систему, то есть, когда люди начнут платить, когда мы начнем анализировать этот объем мусора, конечно же, драмативы могут быть изменены в ту или иную сторону. В отличие от жителей городской агломерации, плата за сбор и вывоз мусора станет совершенно новой статьей расходов для семейного бюджета жителей сельских населенных пунктов. Если по городу рост незначительный, то по селу, конечно же, мы увидим, что раньше люди не платили за мусор. Но и раньше мусор действительно утилизировался самостоятельно. То есть, сжигался, что нельзя было сжечь, выносили, выбрасывали. Так просто. И мы видим те несанкционированные свалки, которые у нас в населенных пунктах. Мы ежегодно, сейчас последние, наверное, три года, выделяем деньги району, в том числе и городу, на ликвидацию этих несанкционированных свалок. Как пояснила заместитель главы администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Надежда Михайлова, сегодня сельское население не несет никаких расходов по обращению с ТКО. С 2020 года ситуация изменится. Будет проезжать техника в определенные дни, в определенное время. Население будет знать и уже непосредственно выносить к этому времени мусор. В санях, в Волокуши, прицепе, неважно, как это будет организовано, будет ездить рабочий. И уже непосредственно от населения принимать этот мусор, складывать в эти мягкие контейнеры и дальше уже везти на место складирования отходов и там уже складывать эти мешки. То есть, вот на сегодня, с 1 января, планируем эту работу провести так. На сегодня с главами муниципальных образований проводится такая очень плотная работа в плане того, чтобы они проводили встречи с населением, чтобы население тоже какие-то свои предпочтения высказывали и определили те места, по каким маршрутам будет ездить техника Север-Жилкомсервису. В сельских поселениях отходы будут складироваться в специальных местах накопления ТКО. В течение 11 месяцев региональный оператор Север-Жилкомсервис будет обязан вывезти их для обезвреживания в Наринмар. Прогнозируемый тариф Север-Жилкомсервиса по транспортировке речным путем составит порядка 8,5 тысяч рублей с учетом НДС. Морем – порядка 18 тысяч. Сейчас весь мусор, неважно, где он находится, хоть на западе, хоть на востоке, хоть на Наринмаре, по реке, это все будет возиться на Наринмар. Почему такие цены? Ну, тариф такой большой по морю, потому что везти по морю отходы из дальних населенных пунктов Наринмар, конечно, очень затратно. И на сегодня по реке, если мы понимаем, что у нас есть Север-Жилкомсервис, у него есть база своя, и они сами могут этот процесс организовать, по морю на сегодня перевозчика найти очень сложно. Север-Жилкомсервис прорабатывал различные варианты, делал очень много коммерческих предложений. В итоге везде ответы отрицательные, поэтому будем еще в течение начала года, будем, конечно, проводить и конкурсные процедуры, но и параллельно искать перевозчика по морю, чтобы все-таки мусор нам соблюсти закон в течение 11 месяцев, вывезти его в город Наринмар. По словам Сергея Андреянова, из-за высокой стоимости транспортировки расходы двух региональных операторов практически равнозначны. А мы понимаем, что общий объем отходов по Заполярному району он где-то в 8 раз меньше, чем у города. И в связи с малым количеством объема, а у нас расходы сопоставимы, экономически обоснованная стоимость кубометра у Север-Желкомсерис, она практически в 10 раз выше, чем по городу Наринмара. И здесь, безусловно, без субсидирования, без льготного тарифа для населения не обойтись. На заключительной в уходящем году сессии депутаты окружного собрания приняли закон о льготах по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. С учетом данного тарифа и норматива накопления коммунальных отходов для жителей Наринмара и поселка Искателей ежемесячная оплата составит не более 140 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в жилом помещении человека. Для сельских жителей с учетом норматива накопления 61 рубль. На комиссии по бюджету и экономической политике мы внимательно рассматривали данный вопрос. Очень много вопросов задавали Сергею Анатольевичу, Павлу Александровичу, потому что это новые на самом деле. И принято было решение, что, несомненно, это архиважный вопрос, его необходимо принять. Но в то же время мы взяли под контроль и решили, что после первого квартала вместе с администрацией мы проанализируем эту работу и будем дальше уже двигаться. Как отметили участники брифинга, планируется, что вся необходимая инфраструктура обработки отходов будет создаваться поэтапно и должна быть запущена к 2025 году. В нее войдут сортировочный комплекс, объекты по обезвреживанию и утилизации ТКО, высокотехнологичный полигон и будут созданы площадки накопления отходов в селах. Что касается договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, жителям многоквартирных домов и частного сектора, услуга по приему и вывозу твердых коммунальных отходов будет предоставляться в рамках договора публичной оферты. С текстом типового договора, установленного правительством, можно ознакомиться на сайте регионального оператора. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.